Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Я Екатерина Стихина и нас ждет обзор азиатской сессии от 2 октября. Четвертый квартал азиатские фондовые рынки начинают осторожно. Акции в Японии несколько выросли, а в странах-антиподах снизились. Кроме того, торговля в регионе ослаблена в связи с праздником Золотой недели в Китае. Также закрыты сегодня биржи Индии и Гонконга. Поскольку американские законодатели смогли временно избежать приостановки работы правительства к доллару США, вернулся оптимизм. В последнюю минуту был принят законопроект о финансировании, который позволит правительству США продолжать работу до 17 ноября. После тяжелого сентября эта позитивная новость в начале четвертого квартала оказалась очень кстати. Но в центре внимания по-прежнему остается будущее процентных ставок Федеральной резервной системы. Тем более, что на этой неделе ожидается выступление сразу нескольких спикеров американского регулятора. А уже сегодня рынки услышат заявление вице-председателя ФРС по надзору Майкла Барра, управляющих федеральными банками Нью-Йорка, Филадельфии и Кливленда, а также главы Центробанка США Джерома Пауэлла. Возможная истребинная позиция Федрезерва США, а также относительная устойчивость американской экономики, продолжают поддерживать валюту страны. На этих факторах американец в третьем квартале 2023 года превзошел всех своих основных конкурентов по корзине из шести других мировых валют. В целом же за весь этот период доллар США одерживал победы как минимум 9 недель подряд, а в сентябре вырос на 2,5%. Кроме того, тонн, заданный Центробанком США, предусматривает сценарий, при котором процентные ставки останутся высокими в течение длительного времени. Именно поэтому мы также наблюдаем агрессивный рост доходности десятилетних казначейских облигаций США. А цена доллара по индексу оставалась близкой к 10-месячным максимумам. И четвертый квартал всесильный доллар начал также выше 106 пунктов. Ценовой диапазон гринбека в азиатскую сессию проходил в границах 106,00–106,30. Сначала на умеренной консолидации, а затем на повышенной волатильности на фоне некоторого укрепления евро. Самым большим аутсайдером корзины валют G6 по-прежнему остается йена, который сегодня торгуется в понижающем диапазоне между 149,30–149,80. Ее курс к доллару США в сентябре ослаб настолько, что словесные интервенции японских властей звучали практически ежедневно. Вот и в начале понедельника она обесценилась до нового 11-месячного минимума в 149,80 иен. Это побудило министра финансов Шуничи Судзуки в очередной раз предупредить, что он осторожно следит за движением валюты с целью немедленного государственного вмешательства на Форекс. А Банк Японии объявил в понедельник о внеплановой покупке японских госбондов. Их доходность сегодня достигла самого высокого уровня с сентября прошлого года и в начале азиатской сессии составила 0,775%. Иена же наоборот критически обесценилась. Торговый диапазон японской пары в Азии проходил все так же на повышении и заставлял рынки ожидать валютной интервенции с минуты на минуту. Но судя по всему, еще зеленому графику пары японские власти от решительных шагов пока воздержались. Дело в том, что слабая валюта является благом для японских экспортеров и ценообразования их зарубежных доходов в иенах. А общие условия ведения бизнеса для компании Японии в третьем квартале улучшились. Это подтвердил опубликованный сегодня индекс настроений крупных производителей. Его уровень в третьем квартале отскочил от предыдущих пяти пунктов до отметки в девять пунктов. И тем самым стал самым высоким показателем со второго квартала 2022 года. Также сегодня рынки Азиатско-Тихоокеанского региона пытаются определить свою реакцию на данные по производственной активности в кульчевом торговом партнере для всех стран региона. Дело в том, что отчеты за сентябрь по экономике Китая вышли смешанными. Официальные данные за выходные показали, что производственный сектор вырос впервые за шесть месяцев и, главным образом, на фоне недавних мер поддержки со стороны Пекина. В это же время частные данные указали на замедление роста из-за опасений по поводу углубляющегося спада на рынке недвижимости. В сентябре индекс активности общего производственного сектора Китая снизился до уровня в 50,6 пункта. Напомним, что до этого, в августе, показатель зафиксировал полугодовой максимум на отметке 51 пункт. Снижение спроса в Китае и, как ожидается, сохранение прежней ставки на завтрашнем заседании Резервного банка Австралии продолжает давить на валюты антиподов. Исследования показали, что инфляция в сентябре была ниже, чем в августе. Поэтому австралийский доллар начал новую неделю на снижение внутри ценового диапазона 0,6394-0,6447. Между тем, цены на нефть в понедельник снова растут и поддерживают сырьевые активы. Но ОЗИ, видимо, этой поддержки оказалось недостаточно для уверенного противостояния доллару США. Поэтому торги в Азии австралийская пара завершила в зоне медведей в районе котировки 0,6410. Ушел сегодня от своих семинедельных пиков и доллар в Новой Зеландии. Еще в пятницу он торговался в районе отметки 0,6049, а в начале понедельника уже снизился в район котировки 0,5980. К слову, заседание Центробанка страны тоже пройдет на этой неделе в среду. Однако общий уровень инфляции в островном государстве падает, поэтому регулятор может сохранить прежние настройки, а новозеландская пара, соответственно, продолжит снижаться под давлением американца. Ее ценовой диапазон на торгах в Азии также проходил на понижение между поддержкой на 0,5977 и сопротивлением на 0,6009. А на этом мы завершаем обзор азиатской сессии от ИнстаФорекс ТВ. Теперь ваша очередь присоединиться к разговору. Делитесь своим мнением и задавайте интересующие вас вопросы. И, конечно, не пропускайте наши следующие выпуски. Впереди еще много интересного. Подписывайтесь и будем на связи.